Это солнце-правда, да, солнце-христианство, да, в точке зрения там Мандельштама, определенного периода. В этом образе воплощается представление Мандельштама о трагичности человеческого земного удела и о духовной глубине существования. Правда в том, правда в том, для Мандельштама, не только кстати этого периода, даже вообще, я бы сказал, что земная жизнь трагична, гибельна и коротка. У него было именно такое представление. Да, черное солнце противопоставляется самоуспокоенности и обрядовости, как это тогда виделось по этому, иудейского закона, да, большую букву, закон, так сказать. Далее, черное солнце это символ экзистенциального напряжения, страсти, в том числе и греховный, кстати, взрывающий обыденную рутинную жизнь. В блестящей и противоречивой статье «Скрябина христианство», к которой можно обращаться, она очень важна здесь. Мандельштам усматривает величие композитора, в частности, в том, стирю дальше, «В «Скрябине» музыка порвала с благополучным и уверенным в себе миром европейского христианства». Конец цитаты, понимаете? Мандельштам, ты же не я, слава тебе Господу, ну, понимаете? Он, это его слова, что «В «Скрябине» порвала музыка с благополучным миром европейского христианства». «Скрябин» — это, знаете, совершенно другое, да? Вот, и дальше. Цитируем Мандельштам дальше, да, эту статью. «Скрябин — следующее после Пушкина ступень русского эллинства, дальнейшее закономерное раскрытие эллинистической природы русского духа. Огромная ценность Клябина для России, для христианства, обусловлена тем, что он безумствующий эллист, не просто эллист, безумствующий, понимаете? Это геонисийский такой, понимаете? Тогда это очень популярно было в начале века. Вячеслав Иванов, там, геонисийский, да? Это и об этом здесь, так сказать. Через него Эллина породилась русскими раскольниками, сожигавшими себя в гробах. Знаете, эти самые, под последствием Акума, да? Потом вообще там сжигали себя, понимаете? Во всяком случае, к ним он гораздо ближе, в смысле, к Скрябин, чем к западным теософам. Это такое, понимаете, философское христианство. А не, с точки зрения Мандрештама, это христианство, это нечто экстатическое. Тогда все это было модно. Это нечто такая, религия, понимаете, экстаза своего рода. И Скрябин, он в этом смысле, да? Как ни странно, ближе, гораздо к этим вот второобрядцам, где-то там сжигали себя, понимаете, и устраивали, вот, чем... Его хелиазм, да, ну, хелиазм, это, да, представление о тысячелетнем царстве Божьем, да? Вот, значит, и будем это... Его хелиазм, чисто русская жарба спасения, античного в нем в Скрябине, то безумие, с которым выросла эту жарбу. Вот, христианство, понимаете? Черное солнце, действительно, которое сквозь эту всю благополучие жизни светит черное солнце. Понимаете? Солнце экстаза. Вот, понимаете, такого, в хорошем смысле, без оснований. Ну, один из исследователей, Наум Вайман, указывает, что Мандельштам защищает безумствующее дионисийство Скрябина, утверждая, что духовой музыки не враждебен христианству, и здесь он, Мандельштам, в смысле, следует за Вячеславом Ивановым, для которого христианство и дионисийство – религии родственные, религии страсти страдающего Бога. Совершенно верно. С этим трудно не согласиться. Да, трудно не согласиться, я соглашаю. Хотя, я должен сказать, что вообще, я и пишу, что в данном случае можно согласиться с Вайманом, чем понимание солнечной образности у Мандельштама вообще существенно расходит с Марией. Но в данном случае, у него там своя, но в данном случае, да, с ним вполне можно согласиться. В Скрябине проявился апокалиптический дух разрушения застойного существования. Это возвращение христианства к его истинной природе, аскетической и отрицающей, отрицающей, вот так, в обыдной земной жизни. Это заслуга Скрябина. С точки зрения Мандельштама, повторяю, я перескажу статью, в данном случае. Поскольку черное солнце, тут очень важный поворот, вот, опять же. Значит, поскольку черное солнце воплощает идею всепоглощающей страсти и разрыва с однообразием обычной жизни и механической, в кавычках, морали, то есть есть мораль такая обыдная, но механическая такая мораль. Оно является у Мандельштама в тех стихах, где он обращается к очень значимому вину в это время образу Федры, героини Еврипида и Рассина, одержимой запретным желанием, потому что она влюблена, там, будучи замужем, да, своего пасника, вот. И цитирую стихи в адрес Федры, да. «И для матери влюбленной солнце черное взойдет». И чуть ниже там есть стиха, как Федра, «любовью черную я солнце запятнала». И в конце стиху о Федре «Мы же песню похоронной провожаем мертвый дом, страсти дикой и бессонной, солнце черное уймем». Вот, понимаете? Еще раз, на этом я заканчиваю эту линию, да, еще раз. Казалось бы, что общего между крестным путем Мессии и одержимостью Федры? Казалось бы, ничего общего действительно и нет. На самом деле есть. Общий при всех различиях есть. Глубина страдания и жертвенность. Поскольку у Федры, несомненно, жертва страсти. Понимаете? Она загубила свою жизнь, так сказать, из-за этой страсти. Не только с вами. Вот. Значит, вот. Конечно, это очень неортодоксальное сближение. Ну, понимаете? Но это речь о начале 20-х лет. Тогда это было в ходу. Вот, по крайней мере. И вот есть эта, понимаете, необыденность жизни, так сказать. Страдание и жертвенность. Поэтому вот и есть такие приключения. Вот. Значит, идем, как говорится, дальше. Страсть – это страдание. Очевидно. А в страдании открывается возможность очищения, отвлечения от греха. В страдании содержится потенциал преображения. Через страдание обретается искупление. Черное солнце способно... И тут, вы понимаете, от черного солнца переходим к золотому. Третьему, по-моему, я понимаю. Черное солнце способно превратиться в золотое, по определению Мордвинового. Что имеется в виду? Эта возможность открывается перед страдающей в огне мировой войны и последующей революцией России. В статье «Скрябина христианства» Магрештан пишет прямо, я его цитирую. «Федор Россия. Через теракт». Что общего? Но для него общего есть, понимаете? Вот. Терзаемая муками разразившейся войны, охваченная страстью революционного разрушения, и саморазрушения. Россия может, тем не менее, при определенных условиях начать новую жизнь. Эту требуемую готовность к страданию и тяжелым воспитаниям, сознание их неслучайности и необходимости, покорной судьбе, строгость духа и достоинства, Магрештан видел в Ане Ахматовой, которую он еще в стихотворении 14-го года сравнил с Федорой. Все это, видите, находится в одном узле. Он описывает там Ахматову, ее внешность в одном стихотворении, и пишет так. «Так негодующая Федора стояла некогда Рашель». Ну, Рашель известная французская оптеса, которая прославилась там в роли, в частности, Федора. Да, Россия. Вот. В статье о современной поэзии, к выходу альмонаха Муз, точная датировка неизвестна, но это статья того же периода, что и скряблены христианства. Совершенно точно. Поэт утверждает, об Ахматовой, «Голос отречения крепнет все более и более в стихах Ахматовой, и в настоящее время ее поэзия близится к тому, чтобы стать одним из символов величия России». Отречение от прошлой дореволюционной, так сказать, жизни. Жизни богемной, если хотите. Ну, в известной степени такой, ну, хорошей, да, жизни, но такой, понимаете, веселой, да, богемной и так далее. А вот сейчас, да, Ахматов, да, «Голос отречения, вот это, крепнет твое стиха». И поэтому ее, она как бы становится одним из символов. Ну, ее поэзия растит, понимаете, вот. Все это на одну и ту же тему. Вот. У меня вопрос к вам. Ты, может, перерыв сделает мне вот так. Я не знаю, как вы хотите. Я бы не устал, но говорить всегда легко. Как вам? Что вы? Что? Хотите перерываться?